В Самаре для отдельных категорий граждан Пользователи портала Госуслуги могут с 1 февраля использовать биометрические данные для входа, сообщает Телеграм-канале Советского района. Логин и пароль при этом сохраняются, а биометрические данные будут служить дополнительным способом аутентификации. Войти через биометрию на портал Госуслуги смогут пользователи, которые зарегистрировались в единой биометрической системе и дали свое согласие на использование этого сервиса. Использовать биометрию граждане смогут по собственному желанию, при этом никаких ограничений в использовании портала и заведения биометрии не будет. Все сервисы останутся доступными тем, кто откажется от сдачи биометрических данных. О завершении соревнований городского этапа КС-баскет среди общеобразовательных школ Самары пишут Телеграм-канале Ленинского района. На групповом этапе ученики школы 148 одержали две победы в двух матчах. В полуфинале ребята встретились с Куйбышевским районом школы 74 и одержали победу. А в финале юные баскетболисты в упорной борьбе обыграли промышленный район школы 45 и стали чемпионами КС-баскет дивизиона Самара. Впереди региональный этап. В преддверии Дня защитника Отечества и в рамках военно-патриотического воспитания школьников общеобразовательные учреждения Красноглинского района приняли активное участие во всероссийских акциях. Письмо солдату и посылка солдату говорится в Телеграм-канале Красноглинского района. Ребята создавали своими руками поздравительные открытки и письма, которые будут переданы солдатам СВО. Субтитры создавал DimaTorzok